В сердце бескрайних и безлюдных просторов пустыни Каракум, среди бесконечных дюн и древних караванных путей, расположена одна из самых загадочных и известных геологических аномалий на Земле – кратер Дарваза, более известный как Врата Ада. С момента своего появления в 1971 году этот уникальный природный феномен стал объектом внимания не только ученых, но и любопытных туристов со всего мира, стремящихся увидеть это завораживающее, а порой напоминающее кошмары, зрелище. На протяжении почти полувека этот газовый кратер был источником многочисленных мифов и легенд, а также символом человеческого стремления исследовать природу, даже когда она демонстрирует свои беспощадные и опасные стороны. Однако последние новости из этого региона вызывают тревогу и заставляют задуматься о будущем этого огненного чуда природы, поскольку кратер постепенно начинает угасать, и огонь, который когда-то охватывал огромные площади дикой природы, теперь потихоньку затихает, что ставит под вопрос его дальнейшие судьбы и культурное значение. История появления кратера Дарваза началась в 1971 году, когда команда советских геологов проводила буровые работы в этом отдаленном районе Туркменистана, надеясь обнаружить богатые запасы нефти, которые могли значительно обогатить регион и улучшить уровень жизни местного населения. На их удивление, в процессе бурения они натолкнулись на нечто неожиданное и поражающее своей мощью – огромный резервуар природного газа, скрытый под землей, который, как потом выяснили, был частью более обширной геологической структуры. Этот гигантский поток газа вырвался наружу с такой силой, что не только повредил буровую технику и оборудование, но и образовал огромный провал в земле, который стал известен как кратер Дарваза. Столкнувшись с этой критической ситуацией, геологи оказались перед важным выбором – как минимизировать угрозу для экологии и безопасности. Прежде всего, они понимали, что выбрасываемый газ может легко воспламениться и вызвать катастрофу, которая угрожала бы как людям, так и окружающей природе. Решение о том, чтобы поджечь газ, казалось на тот момент логичным, поскольку специалисты полагали, что огонь погаснет сам по себе в течение нескольких дней, когда запасы газа иссякнут. Однако вместо этого произошел неожиданный и, возможно, даже пугающий поворот. Огонь, который они подожгли, не просто не погас, а разгорелся с новым блеском и продолжал гореть неумолимо на протяжении следующих десятилетий. С тех пор кратер Дарваза превратился в необычный символ и одновременно в привлекательное место для туристов, а также объект научного интереса. Уникальное явление, когда газ горит в кратере на открытом воздухе, привело к возникновению множества мифов и легенд среди местного населения. Местные жители, вдохновленные этим огненным феноменом, начали называть это место «вратами ада», что придавало ему мистическую ауру и открывало двери для интригующих историй, связанных с огнем и его силой. Такой интерес к вратам ада привел не только к росту популярности среди обычных посетителей, но и к обширным исследованиям со стороны ученых, которые стремились исследовать, что можно узнать о природных потоках Гиза, горении и экологии, а также о том, как эти факторы взаимодействуют. Эти исследования привлекали внимание не только геологов, но и антропологов, культурологов и даже беременных, интересующихся тем, как это место повлияло на местные традиции и верования. В результате кратер стал не только объектом научного интереса, но и культурным феноменом, который затрагивал глубинные аспекты человеческой жизни, такие как страх, тайна, уважение и восхищение перед природной силой. Однако спустя 55 лет после того, как пламя впервые разгорелось, состояние кратера изменилось кардинальным образом, и это ставит под сомнение его будущее. Согласно последнему исследованию, проведенному учеными, размеры пламени в кратере сократились примерно втрое. Это значительное изменение в состоянии кратера вызвано множеством факторов, включая изменение давления внутри резервуара газа и колебания в геологических условиях местности, которые могли привести к угасанию огня. Огонь, который когда-то охватывал большие площади, теперь стал слабее и охватывает лишь небольшую область рядом с впадиной, а языки пламени, когда-то видимые издалека, теперь выглядят значительно тусклее. Это обстоятельство ставит под вопрос, как же будет развиваться ситуация, и какие изменения произойдут в экологии и культуре, связанных с исчезновением этого известного феномена. Некоторые исследователи выражают обеспокоенность, что полное угасание кратера может прервать цикл огня и газа, который стал по сути частью экосистемы региона. С одной стороны, изменения в кратере Дарваза вызывают тревогу у экологов и геологов, которые опасаются, что это может означать конец долгого и удивительного огненного шоу, ставшего источником вдохновения для многих. Ученые заняты попытками понять, что произойдет с экосистемой, если огонь полностью угаснет. Однако, с другой стороны, эти изменения также открывают новые возможности для научных изысканий. Теперь у исследователей есть возможность наблюдать процесс угасания одной из самых уникальных природных аномалий на планете и сделать важные выводы о геологических процессах, связанных с горением природного газа и его влиянием на окружающую среду. Это может привести к новому пониманию взаимодействия между природными ресурсами и экосистемами, что становится все более актуальным в свете глобальных климатических изменений и растущего интереса к устойчивому развитию. Научные исследования будут нацелены не только на изучение свенных особенностей самого кратера, но также на влияние, которое может оказать исчезновение огня на окружающую флору и фауну региона. Немаловажным является также вопрос о том, как угасание кратера повлияет на экологическую обстановку в регионе. Нестабильность природного газа, которая могла угрожать экосистеме района, скорее всего уменьшится в связи с прекращением горения, что создаст возможность для восстановления природного баланса и уменьшения опасности для окружающей флоры и фауны. Экологи надеются, что угасание врат ада позволит природным экосистемам в этом районе начать восстанавливаться после десятилетий воздействия огня на окружающую среду, создавая условия для восстановления растительности и животных, живущих в этом уникальном регионе. Это восприятие гарантирует, что у природы будет возможность восстановить свои силы, и эта позитивная перспектива служит насыщенным контекстом для дальнейших исследований. Тем не менее, важно помнить, что экосистемы в моменте изменений требуют тщательного анализа, чтобы избежать неблагоприятных последствий в будущем и не допустить возникновения новых проблем. Таким образом, процесс угасания кратера также имеет значительное культурное измерение. Благодаря своей уникальности, это место стало одной из самых известных туристических достопримечательностей, привлекающих не только местных жителей, но и путешественников со всего мира. Для некоторых путешественников посещение врата достало чем-то вроде ритуала, средоточием экзотических историй и странных явлений. С исчезновением огня будет утрачена часть уникальности этого места, и местное население также может стать свидетелем изменения своего культурного ландшафта. Важно отметить, что кратер стал частью культурной идентичности местных жителей, ведь благодаря ему они могли рассказать о своем наследии, корнях и связи с природой. Утрата этого природного феномена может затронуть не только историческую и культурную памяти, но и вызвать необходимость переосмыслить местные обычаи и обряды, вплетенные в ткань жизни этих людей на протяжении веков. Бежевый песок каракума и волшебные пейзажи, окружающие кратер, будут сохранять в себе воспоминания об огненной аномалии, а также о том, какую роль она играла в жизни и культуре местных жителей на протяжении последних полувека. Исчезновение огня может стать отправной точкой для местного населения, чтобы переосмыслить свои мифы и легенды, связанные с врататпина. Тмяда. Возможно, они найдут новый способ адаптировать свое наследие к реалиям будущего, сохраняя при этом память о уникальном природном феномене. По мере угасания кратера перед местным населением может встать необходимость разработки новых подходов к сохранению и передаче культурного наследия, которое требует обновления в свете меняющегося природного ландшафта. Вот таким образом кратер может стать не только объектом исследования, но и механизмом, с помощью которого жители региона смогут пройти через этот переходный период, сохранив свою идентичность и культурные традиции. Неизвестно, сколько еще времени пламя будет гореть. С каждым годом кратер становится все менее заметным, и его истинная природа скрывается под слоем непрошенных помех, что делает его вдобавок более хрупким. Однако исследование кратера продолжает быть актуальным, и геологи по-прежнему стараются понять уникальные свойства этого геологического образования. Способы, с помощью которых газ выбрасывается и воспламеняется, а также факторы, способствующие трансформации этого процесса, становятся предметами научных изысканий, которые могут на долгие годы вперед обогатить знания о сложных системах природной среды в условиях высоких температур и нестабильного давления. Это становится особенно важным в свете того, что мировое сообщество все больше осознает необходимость устойчивого управления природными ресурсами и защиты экосистем. Таким образом, кратер Дарваза продолжает оставаться на переднем крае геологических исследовательских усилий, открывая новые горизонты для понимания природы. В заключение, угасание кратера Туркменистана является не только началом новые эпохи для этих земляных врата ада, но и завершающим этапом уникального природного процесса, который активно влиял на природу региона на протяжении десятилетий. Это будет означать не только перестройку местного ландшафта, но и возможность для местных жителей адаптироваться к новым реальностям, придумывая новые мифы и легенды, которые отражают изменяющийся облик мира вокруг них. Сохранение культурного наследия в условиях изменений – это важный вызов, с которым сталкиваются многие народы. И в истории врат ада кроется урок, напоминающий о том, что человеческое существование всегда окружено надеждой и возможностью. Постоянно меняющийся мир требует от нас адаптации, творчества и уважения к природе, оставляя за собой возможность изучения междунациональных связей и взаимодействий в новых контекстах. Каждый новый день – это шанс исследовать новые пути, адаптироваться и учиться у окружающей среды, бесконечно преодолевая барьеры и преграды, и находить новейшие способы взаимодействия с ней. Поэтому кратер Дарваза, как один из символов силуэтов и человеческой культуры, непременно запомнится как часть нашей общей истории и путешествия, которая продолжается во времени. Кратер Дарваза представляет собой уникальное сочетание природных и культурных тайн, а его история будет вдохновлять будущие поколения до тех пор, пока мир будет стремиться к исследованию и пониманию. В конечном счете, это место служит напоминанием о том, как сильно мы можем уберечь наше наследие, и как прекрасно светообразующее начало природы, когда мы учимся с ней сосуществовать и уважать ее. Изучая кратер, мы не просто пытаемся понять природные явления, но и исследуем, как эти явления влияют на наше восприятие мира, вскрывают культурные дау и подталкивают человечество в стремлении найти свою роль в неостановимом и величественном потоке времени существования. Таким образом, кратер Дарваза даже в своем угасании открывает новые горизонты и продолжает вдохновлять нас на поиски, позволяя нам заглянуть в бездну своего собственного существования и расширять свои горизонты. Субтитры создавал DimaTorzok